Летом 1941 года началась Великая Отечественная война. Город, который сейчас называется Санкт-Петербургом, в то время назывался иначе – Ленинград. Осенью город оказался в блокаде. Это произошло 8 сентября 1941 года. Немцы день и ночь обстреливали город. Днем и ночью падали бомбы, уничтожая город из склады с продуктами. Все дороги были захваченными немцами. Осталось только Ладожское озеро. Ладожское озеро очень суровое и опасное, поэтому в Новой Ладоге все продукты перегруживались на озерные барыжи. Вместе с драгоценным грузом, по воде до порта Осиновец, их тянули маленькие буксиры. В Осиновце поезд с продовольствием включался к Ленинграду. В конце осени наступили холода. Было решено строить ледовую дорогу через Ладогу. Несколько отрядов отправились в путь ночью. Разведчики пробивали во льду лунки, измеряли толщину льда. Ждать было нельзя. В Ленинграде умирают от голода. На помощь людям пришли лошади. Первые машины отправились в путь по льду 22 ноября 1941 года. Многие шоферы ехали на самых легких грузовиках. Полуторых не включали фары. Помогали водителям и регулировщики, которые стояли вдоль трассы в любую погоду. На таких машинах привозили хлеб в Ленинград, а детей и стариков эвакуировали. Чтобы согреться, люди топили маленькие печки, буржуки, сжигали в них книги, мебель и все, что могло гореть. Хлеб выдавали по карточкам. 125 плакатных граммов кусочек хлеба, который помещается в ладони. Хлеб – это жизнь. 12 января 1943 года два русских фронта двинулись навстречу друг другу, сметаясь в пути фашистов. Багада была прервана. До сих пор из Санкт-Петербурга к Астиньевскому маяку и ведет дорога, которая по-прежнему называется «Дорогой жизни» в память о той военной дороге.